Через рамку металлоискателя проходим медленно. По традиции экзамен начинается с проверки на входе. Помимо паспорта приносить с собой разрешается только черную гелевую ручку. Шпаргалки, мобильные телефоны и прочие гаджеты, как и прежде, запрещены. Если один из таких предметов у экзаменуемых все же найдут, то работа будет аннулирована. Пересдать ЕГЭ разрешат только в следующем году, что совсем не входит в планы этих девушек. Досрочный, в первую очередь, потому что поступление в мае где-то, то есть первый поток, чтобы быстрее поступить, попасть туда. Ну и много там семейных обстоятельств, то есть нужно было досрочно решиться сдавать. Поступать собираюсь в мед, а сдаю досрочно, потому что спортом занимаюсь. В Санкт-Петербург буду подавать документы. Там много, 4 или 5 университетов, в которые я бы хотела поступить. Мадина Тавакелова и Екатерина Кузнецова – это и все сдающие. Всего же на экзамен по базовой математике записались 3 человека, но один из них, видимо, передумал. Сами девушки признаются, что сдавать ЕГЭ в таком составе им нравится больше, а наблюдателям легче следить за процессом. Из технических помощников используются уже привычные системы видеонаблюдения и впервые системы подавления радиосигналов. Но, пожалуй, главной особенностью экзамена стало отсутствие заранее приготовленных конвертов с заданиями. В этом году у нас есть новые технологии, которые используются на пункте. Происходит непосредственно в каждой аудитории распечатка экзаменационных материалов. Затем данные экзаменационные материалы будут отсканированы и переведены в электронный вид и направлены в региональную информационную систему проведения ЕГЭ. Узнать свои результаты 11-классники смогут через 10 дней. Напомним, что успешная сдача математики базового уровня позволяет получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в те вузы, где этот предмет не является профильным. Экзаменуемым предлагается выполнить 20 заданий, однако для получения удовлетворительной оценки достаточно решить правильно только 7. В противном случае экзамен придется сдавать заново, но не в основной волне. В соответствии с законодательством основные предметы русский и математику, если участник не сдает либо русский, либо математику, то в текущем году вправе пересдать еще раз повторно в резервные дни. Мы надеемся, что все участники справятся и резервные дни понадобятся. До 9 апреля 11-классники и выпускники прошлых лет смогут досрочно написать ЕГЭ по русскому языку и по другим предметам школьной программы. Для всех остальных выпускников региона горячие деньки наступят в конце мая, когда начнется основная волна сдачи единого государственного экзамена. Екатерина Карпова, Руслан Бопов, Денис Ренов, РЕН-ТВ-Пилот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова